Всем привет, это GamePlan и 30-й выпуск! И первая игра, на которую мы посмотрим, называется Future Mayhem. Это такой 2D-шутер, если его можно так назвать. Можно выбрать вначале персонажа. Это может быть панк, похожий на эмо-телочку, ниндзя, хотя это не ниндзя, а какой-то человек-робот, даже киборгом можно назвать. А вот киборг на самом деле что-то и не похож на киборга. Он похож на скутеру в старости. И солдат. Солдат такой с красивой стрижкой. Вот выберем его и начнем. В игре, так же как и в нашем предыдущем выпуске, вы видели игру с Джейнсомом Стэтхэмом. Также нам необходимо ходить и стрелять, используя три кнопки. Каждая кнопка определяет, каким оружием вы пользуетесь. Вот нам рассказывается история, то что это 2842 год, и мы вот в таком футуристичном будущем бегаем и мочим различных недоброжелателей. Вот так вот осуществляется управление. На нас бегут телочки. Мочим телочек. В 2842 году это нормально, когда солдат мочит жирных телок-панков. Вот так вот мы проходим. Сейчас я вам покажу другие виды оружия, какие есть. Бежим. Вот в этот раз, кстати, их что-то очень мало, телочек. Обычно они прям бежали на меня, бежали, как будто я в GTA Vice City набрал код на привлечение девушек. Они меня прям облепляли и съедали целиком. Вот такая вот интересная игра. Я думаю, достаточно много любителей таких жанров. Также тут приятное музыкальное сопровождение. В общем, игра называется Future Mayhem. Качайте и играйте в неё. Вторую игру нам порекомендовал Алексей Трошин. Она называется Dog & Dog. Это игра, созданная российскими разработчиками, несмотря на то, что всё на английском. И, кстати, отношение к этой игре имеет такое объединение, как Опер. А Опер, это, если вы не знаете, это Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. И вот на их сайте эта игра была размещена, но она эксклюзивно доступна только в самсунговском магазине. Но, думаю, желающие в неё поиграть найдут её, скажем, например, на 4 ПД и скачают её, если у вас, к сожалению, не Samsung. Вот такая вот игра. Она относится к жанру раннеров. Её можно отнести. Нам нужно лететь и вот таким образом собирать фрукты, чтобы пополнять количество жизненной энергии, собирать лампочки и шестерёнки. Чем больше шестерёнок мы собираем, тем у нас появляются различные устройства, на которых наш сумасшедший учёный летит. Игра сделана очень красиво, очень отличная игра. И это вот как их первая продукция этой компании. И они её сделали полностью бесплатной для того, чтобы рекламировать себя. В игре полностью отсутствует реклама. А также они участвуют в конкурсе Samsung. И то, что если вы будете лайкать это приложение в самсунговском магазине приложений, то они, возможно, выиграют какую-то премию, получат. Так что вот поддержите российского разработчика, а также ставьте палец вверх, кто любит фильмы в переводе Гоблина. Игра называется Dog & Dog. Качайте и играйте. Перейдём к третьей игре. Она называется Escape the Ape. Это раннер вверх, как написали на форуме. И мы посмотрим на её. Что нам нужно делать? Нам нужно помогать обезьянке убегать от другой гигантской гориллы, чтобы она её не съела. Итак, вот приступим к игре. Нам нужно рисовать вот такие вот батуты, чтобы она прыгала. Мы едим бананы. И когда мы собираем достаточно бананов, у нас собирается такой коктейль, как бы сказать. И мы можем его использовать. Но мы пока его не будем использовать, а подождём, когда появится гигантская горилла, которая нам будет пытаться помешать. Вот вы видели, она уже внизу лезет за нами. И мы как раз сейчас соберём наших бананов, чтобы нам хватило на коктейль. Вот мы нажали на коктейль, и обезьянка как на стероидах подпрыгнула вверх. И вот так вот она нас поймала и уничтожила. В общем, интересная, прикольная игра с отличной задумкой. Она называется Escape the Ape. Скачайте и попробуйте в неё сыграть. Последняя игра на сегодня называется Candy Dash. Это игра, сделанная в жанре три в ряд. То есть нам необходимо пулять различные фрукты и конфеты и собирать их одного цвета, чтобы они самоуничтожались. Запустим первую миссию и посмотрим. Нам показывают этот видеоролик, где тут такой король спит, и ему снятся различные сны. Вот приступим к этой игре. Вот такие вот то ли фрукты, то ли конфетки. Мы их пуляем и собираем одинакового цвета. Вот так нажимаем, вот синее мы попадаем, и, соответственно, которая была, отпадает. Также можно использовать рикошет от стены, но я его сейчас применил не совсем удачно. Но я, в принципе, уже исправил ситуацию и прохожу. В общем, это классическая игра в жанре три в ряд. И, думаю, всё и так понятно, и вы сами сможете с ней разобраться. Вот так вот мы играем и проходим первую миссию. Игра называется Candy Dash. Вы можете скачать в неё и поиграть. С вами был Gameplan. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые обзоры. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.